Музыка Соседи Сёма с Моней Отправились в лекторий Жена моя, Дуська, билет взяла в кино А я пролетарий Подался в планетарий Хотел посмотреть на вселенную давно Летают кометы Вращаются планеты Давно бы, пора бы Отдать бы якоря И уже в середине 19 века Харьков В тот раз я переделала многие другие города Которые были построены Почти как Харьков Это параллельно для линии В 17 веках В таком местности ни харьковчане, ни гости города Никогда нигде не уйдут Я только раз и только у нас Потому что это калашки в 11 фотографиях Единственное узнаваемое Это бурстанский спуск Здание института культуры Вот возле станции метро Видят колоколь Ну колоколь, наборы и так далее Каплица не существует Полтавский шляп Конечно, такой вид был уже не увидел Говоря о типографии Я, конечно, очень гордилась Ею мы все гордимся Там учебники первые были изданы Вот наш первый учебник В 1806 год Типографии Харьковской университета Ну все же понимаете Что 80% творчества Это было рукописьм Не говорят о конфетах студентов Даже преподаватели писали целые книги Вот перед вами Курс математии профессора Альфимировского Курс по геометрии Сенцова Конечно, написанное вручную Чернеец И густейное пиро напоминает Нашим студентам, чем писали Многие даже находятся Которые пробовали писать Это был директорный инструмент Вот он создал его Как мне объяснили физики Потому что я в гуманитарии Без разницы, что играло Оно не играет Поломали Но везде в чем сложность И в чем удивительность Они были запретены еще полупроводники Благодаря которым Вот это сейчас Выглядит вот эта ионика Маленькая такая досточка И носи куда ходит У нас такая ромостка Потому что там Это лампы, релеф, байки Вот это все Кошмак такой Но оно играло И все А страну Смотрите, они связаны со звездами И просто ждали Когда он попался на настроение Эти неземные звуки услышать Он уже игрался Что она не так Как фортепьяно Очень любили Когда он музыцировал Он очень любил свои вещи И до последних дней своей жизни Он старался устошенствовать Одна, вторая, две октавы Так, всяк Он даже открыто внизу Вот эта часть Видно, сколько он там Туда вложил Ну, хобби Всегда хочется показать ученого Как человека Все же понимают Что он не родился сразу Великим ученым С нимбом, да У всех было Какие-то свои интересы Свои какие-то увлечения В 2007 году Задача спутника Была сфотографировать Обратную сторону Луны Которую мы никогда С Земли не видим Ну, физики знают В основном Нарок сейчас Сознать бы там Не дожидывается Вот И когда спутник Все это выполнил И так далее Во все Советском Союзе Именно барабашу Поручает создание Книги Вот этой Атлас Обратной стороны Луны Он главный редактор И один из авторов Этой книги Он фотографии Это все Писывает Название Отдается И так далее Книга Это было Переиздано Во всем мире Это же понятно Астрономы Целем мира Хоть желтенькие Хоть черненькие Все хотели полистать Посмотрю Что там с обратной стороны Наша вечная спутница Его имя стало Необыкновенно Известным Любитель астронома Но был очень Состоятельным человеком Вот он Считал Что В этом столетии Никто не увидит Обратную сторону Луна То есть Ну не смогут Ученые Этого сделать Ну кто-то Да Что ты там говоришь А вдруг Ну если вдруг Самое дорогое Марочное шампанское Я отправлю Тому Кто Даст мне Кто покажет мне Обратную сторону Луны Ну и тут вдруг В 59-м году Выходит Эта книга Говорят Что шампанское Пришло Нам даже кто-то Готовывает Пробочку от шампанского Вот такиньте Чтоб было веселее Ну Это легенда Бог нужен Пили Не пили Нашу шампанское Но существует Такая интересная История Ну Академик Вальтер Теотт Кто ставил у стока В расщеплении Адра атома Лития Ну тоже его хобби Он носил Украинские Вышиванные Рубашки И Оксерватория Харьковского Планетария Наводим Телескоп На Сатурн Участники Украинского Астрофорума Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Да, это очень хорошо. Дело в том, что при такой технический вопрос, он не в резонансе. Он далеко не в резонансе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Многие думают, что это экспромт. На самом деле, перебирали несколько десятков таких фраз, которые должен произнести человек, вступивший на другое небесное тело. Вот эта, так сказать, фраза выбрала конкурс. Абсун произнес это из-за слова. Значит, вы видите здесь космический аппарат и тень астронавта. Видите такое вот интересное сияние вокруг. Это некий оптический эффект. Он называется позиционным оптическим эффектом Луны. Значит, это эффект, который интересно исследовать. Он имеет очень, значит, такие близкие аналоги физики твердого тела. Называется он, значит, в радиолокации, поделевным усилением обратного рассеяния. Физики твердого тела — это слабая локализация, ангрессонская локализация. То есть это некий физический эффект, который вот от Луны до твердого тела, так сказать, возникает. То, что тёмные пятна влияют на то, что Земля находится, то есть Луна одной стороной к Солнцу. Даже этот спутник Сатурна, ой, чтобы долго и обратно же не искал, ну, не должны знать. А? Япин. Он тоже имеет два окраса. Вот. Итак. А ну-ка перемешайте, как следует. Да, перемешиваем очень сильно, как следует. У нас есть несколько тут таких номинаций, которые мы... Ну, сейчас будет разминка небольшая. Для разминки будем разыгрывать вот такие вот комплекты фотографий Солнечной системы, полученные последними космическими миссиями. Номер 1 комплект. Розыгры что-то среди присутствующих, естественно. Так что без призов, ну, не без призов. Да, сразу копаются, копаются, копаются. У кого-то такие билеты? 203, 85, 61. О! Ура! Есть у них победитель? Так. Мы делаем. Мы делаем. Президент. Совпало. Поздравляем. Они объединяют людей всех возрастов. И я уже знаю, что на этом форуме произошло много интересных, ключевых встреч. Я для себя многое открыла нового. И я увидела, что мы можем взять то лучшее, что, возможно, перед нами прошли уже и наработали те поколения, которые в другой сфере деятельности работали вместе. Мы разъедем все в разные города, но в каждом городе вот будет ощущение этой нашей ценности. И знайте, что нам нужно, конечно же, провести интересные проекты. Давайте будем активными участниками. Присылайте сообщения на сайты, чтобы вот такие же ролики красивые появлялись, как сделал это для нас подарок Володя. И я думаю, что сейчас стоит все-таки вот завершение, включить на полминутки то прекрасное небо, которое все-таки мы любим, несмотря ни на что. Поэтому мы очень рады будем вас видеть на следующем форуме. Каким он будет, жизнь покажет. Тем более, конец этого года, начало следующего обещает быть не менее веселым, чем этого. Поэтому не будем загадывать. Единственное, что я думаю, что меня простят остальные члены комитета, что я из-за них распишусь. Мы все-таки пообещаем, что следующий форум будет. И что мы обязательно всех соберем и пригласим в следующий форум. Еще буквально несколько слов. Я Дениса дополню. Во-первых, еще опять-таки очень хочу поблагодарить коллектив Харьковского планетария Галина Васильевна за ту поддержку и работу, которую коллектив планетарий год в год проводит для того, чтобы этот форум состоится. Это действительно очень важно, это необходимо. И на самом деле такое явление, как Харьковский планетарий, уникально на Украине. И не в последнюю очередь, благодаря тому, что Харьковский планетарий жив, несмотря ни на что, это мероприятие у нас проходит. Ну и по поводу перспектив следующего года и того, что говорил Денис. Я коротко в Куварах уже общался с вами и говорил о каких-то мыслях на работах и всего остального. Могу сказать только пока следующее, не раскрывая каких-то нюансов и подробностей. Да, Тайвинг Оргкомитета, назовем это так, но в значительной степени благодаря этому форуму и благодаря тому, что появились новые лица, мы с вами пообщались. У Оргкомитета появилось, ну как минимум, 3-4-5 очень интересных задумок оригинальных идей, которые, во-первых, нигде ранее, по крайней мере, на территории бывшего Советского Союза не применялись. И почти наверняка нам удастся идти на работе, как говорится, в следующем форуме. Вот поэтому, как ни трусно, наше мероприятие заканчивается. Но, как было сказано, шоу «Маздо он», то есть шоу будет продолжаться. Мы совершенно верно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok